История Рунтера. Часть первая. Территории. Глава седьмая. История Фрильорда. Фрильорд – суровый край, не прощающий ошибок. Люди здесь рождаются войнами, ведь им предстоит бороться за выживание. Баваранские соседи часто считают гордые независимые племена Фрильорда дикими, варварскими и лишенными культуры. Но те, кто так говорит, ничего не знают об их древних традициях. Много тысяч лет назад распался союз между тремя сестрами – Аваросой, Серильдой и Лиссандрой. И началась война, которая поставила на грань гибели всю Рунтеру, а северные земли погрузились в хаос. После этих событий Фрильорд оказался во власти, практически вечной зимы. Претендовать на власть здесь могут лишь самые выдающиеся из смертных, которые буквально рождены для этого, ведь им не страшен ни огонь, ни лед. Морозные стражи пытаются бороться со старыми преданиями, но безуспешно. Во Фрильорде все еще живы мифы о старых богах, загадочных ейти, странствующих монахах, странниках духов. Налетчики племени Коготь-Зимы с каждым годом забираются все дальше, до самых границ Демасии на юге и Ноксусом на востоке. Некоторые независимые племена в поисках более мирной жизни начали вступать в союз, который возглавляет Эш, юная королева племени Авароссон. Знамения предвещают недоброе, во Фрильорде снова будет война, и скрыться от нее не удастся никому. Легенды и факты. Оружие племени. В основном племена вооружены клинками и луками, изготовленными из дерева, стали и кости. Самое редкое оружие вставлено осколки из истинного льда. Истинный лед. Истинный лед встречается в природе крайне редко. Он никогда не тает, лишь хладорожденные могут коснуться его и остаться в живых, а значит и использовать в бою. Цитадель морозных стражей. Древняя крепость, построенная над бездонным провалом боющей бездны. Здесь хранятся летописи Фрильорда и скрытые от любопытных глаз сокровища. Гавань Глезерпорта. Поселок в естественной гавани, защищающий от снега и льда. Здесь стоят «Волчьи корабли». Всех благодарю за просмотр. До встречи в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok